МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Лаура Байбачанова. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Бум или не бум? 130 новых объектов будет построено в области в текущем году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек-эпоха. 100 лет исполняется завтра жительницей Скиндинского района Анарканцека-Беловой. Операция Табигат. За каких-то 10 дней в области задержано 140 браконьеров. Сегодня на первом пленарном заседании мажориса парламента 6-го созыва депутаты большинством голосов выразили доверие нынешнему правительству страны под руководством премьер-министра Казахстана Карима Масимова. И сегодня же президент Казахстана Нурсултан Азарбаев, выступая на совместном заседании Палат парламента, сделал предупреждение чиновникам. Он отметил, что реализация пяти институциональных реформ на его особом контроле и никаких исправлений в угоду каких-то чиновников на местах особо подчеркнул президент. Быть не должно. Эффективное и своевременное исполнение плана нации отныне и главная задача депутатов нового созыва. На партию Нур-Отан ложится особая ответственность. Напомним, по итогам прошедших выборов самая крупная политическая сила страны набрала более 82% голосов. Самую высокую явку показала Алматинская область и областной Маслихат, состав которого уже утвержден, на 100% представлен депутатами от партии Нур-Отан. После победы на выборах сегодня областной филиал партии провел первое заседание политического бюро. На повестке дня основные организационные вопросы, главный из которых утверждение обновленного состава депутатской фракции. Члены Политбюро единогласно проголосовали за новый состав и сразу после этого провели первое заседание депутатской фракции. Вошли в нее 44 депутата. Состав обновлен практически наполовину. В списке много новых лиц, это как известные в области политики, промышленники, аграрии, ученые и общественные деятели, так и молодые представители самых разных сфер. Образование, медицины, ЖКХ, строительство и социальной защиты. Избрали депутата и председателей семи специальных комиссий при партии, а также выбрали нового руководителя депутатской фракции. Единогласным решением им стал бывший секретарь областного маслехата Ермек Келемсид. На место секретаря областного маслехата депутаты выдвинули кандидатуру первого заместителя председателя областного филиала партии Нуротан Серика Муканова, как весьма опытного политика, ответственного и честного человека, профессионального работника и большого патриота своей страны. Выработали участники первого заседания депутатской фракции и приоритетный план дальнейшей работы. Во главе угла основная задача – реализация предложенного президентом плана нации. Президент выдвинул пять институционных реформ, и он состоит из сто шагов. Вот эти вот пять реформ из сто шагов, в перспективе, я уверен, нашу жизнь будет менять. Совсем градусов 30-40-50. Я в этом уверен. Почему? Потому что демократия развивается, само управление развивается, местные сообщества, общественные советы уже формировались везде, действуют, работают, суды будут уже по-новому работать, везде открыты, подбор кадров будет в мире критическим методом. Все вот это говорит, экономика, индустриализация, все это, о чем он говорит, будут большие перемены в нашем государстве. Я в этом уверен. Так что шестому созову Масляхата предстоит большие работы. Так что мы должны будем, не покрывая рук, днем и ночью работать. Для того, чтобы оправдать доверие президента нашего. С обновленным составом депутатов шестого созыва областного Масляхата сегодня познакомился актив Алматинской области. Имена всех 44 народных избранников огласили на первой сессии. Отныне корпус будут представлять 37 мужчин и 7 женщин. В числе новоиспеченных депутатов есть и молодые. На этом заседании избрали секретаря областного Масляхата. Им стал Серик Муканов. За его кандидатуру народные избранники проголосовали единогласно. Сегодня же был утвержден и список представителей постоянных комиссий и их председателей. К слову, при Масляхате теперь будет работать 6 постоянных комиссий, под контролем которых будут находиться самые важные сферы жизнедеятельности. В работе заседания принял участие Аким Алматинской области Амандык Баталов. Фонд пожелал новому составу депутатов успехов в работе и вкратце познакомил их с задачами на перспективу, обозначенными в рамках социально-экономического развития региона. Планы на будущее амбициозные. В числе приоритетных остается привлечение инвестиций, запуск, мини-производство и создание дополнительных рабочих мест. Помимо аграрной сферы, большой импульс роста получит образование. Кроме открытия десятков детских садов, на этот год запланировано строительство 37 школ. Ставку будут делать и на развитие депрессивных регионов. Слова благодарности Аким области выразила и в адрес депутатов предыдущего пятого созыва. За плодотворную работу Амандык Баталов поблагодарил и бывшего секретаря областного маслехата Гермека Килимсиита. Опытный политик государственной службе уже посвятил свыше 30 лет своей жизни. Достичь весомых успехов первый руководитель области пожелал и Серику Муканову. У нас одна общая задача – успешная реализация всех поручений президента и улучшение благосостояния народа. Я думаю и вижу, у нас сформировался дееспособный, работоспособный депутатский корп. В любой сфере вы можете нам подсказать и оказать поддержку. Поэтому вместе будем работать и поднимать социально-экономическое положение региона еще выше. А для этого есть все предпосылки, созданы необходимые условия, есть хороший опыт. Несмотря на кризис, у нас вырос бюджет области. Если в предыдущие годы он не превышал 46 миллиардов тенге, то в этом году бюджет вырос до 93 миллиардов тенге. Будем и дальше ремонтировать дороги, строить детские сады, возводить школы. Я не сомневаюсь, что вместе мы оправдаем доверие народа. Предупредить о ней только бороться. Новые методы в профилактике коррупции стали темой расширенной научно-практической конференции, которая прошла сегодня в Целдукургане. В ней приняли участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, партии Нарутан, руководители госучреждений, районов и городов области, а также научные работники ведущих вузов страны. Организатором конференции выступил департамент по делам государственной службы полматицской области. Собравшиеся подробно обсудили вступивший в силу с начала этого года закон о противодействии коррупции. Его принятию предшествовала огромная работа, а за основу принята модель ведущих стран мира, рассказали докладчики. Документ предусматривает ряд новых эффективных мер по противодействию коррупции. Огромное внимание уделяется и профилактике подобных проявлений. Выступающие подробно остановились на новшествах закона. Так, антикоррупционные меры будут распространяться во все сферы, предусмотрено введение антикоррупционных стандартов, а также декларирование доходов и расходов госслужащих и супругов. Как особо подчеркнули докладчики, отныне огромный упор будет сделан на формирование антикоррупционной культуры всего общества. В целях реализации пяти институциональных реформ главы государства, сейчас мы на практике, притворяем жизнь 13-й шаг из 100 конкретных шагов плана нации. Это усиление борьбы с коррупцией. Департаментом Министерства по делам госслужбы по Алматинской области в этой связи проводится активная работа по четырем направлениям. Это мониторинг по борьбе с коррупцией, внутренний аудит и внешний анализ по коррупционным рискам, а также формирование антикоррупционной культуры. Сегодня во время встречи были представлены очень интересные доклады. В будущем мы планируем проводить подобные конференции с участием зарубежных ассоциаций по борьбе с коррупцией и ученых наших ведущих вузов. Органами прокуратуры пристальное внимание уделяется соблюдению законодательства о противодействии коррупции. На сегодня анализ всех проводимых проверок показывает, что наибольшим коррупционным проявлениям подвержены такие сферы, как законодательство о государственных закупках, земельная сфера, строительство и субсидирование сельхозтоваропроизводителей. В целом на сегодня, за 16-й год, нами начато досудебное расследование по трем уголовным делам. К ответственности привлечено порядка 8 лиц для того, чтобы оказать какое-то профилактическое воздействие с целью не допущения коррупции. Продолжаем выпуск. В 2016 году в Алматинской области намечено строительство 130 новых объектов. Из них 80 будет сдано в текущем. Строительство оставшихся 50 закончится в 2017 году. На эти цели предусмотрено 52 миллиарда тенге. Об этом сегодня говорили на брифинге с представителями областного управления строительства филиале службы центральных коммуникаций Казахстана. По словам заместителя руководителя ведомства, планируется возведение 25 жилых домов, 7 из которых планируется ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года. Одной из приоритетных задач на настоящий момент является своевременная реализация объектов образования. В ходе брифинга поднимались и другие вопросы, касающиеся сферы строительства. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. В нашей области выделено 5 миллиардов тенге на строительство жилья. Порядка 18 миллиардов выделено по школам. 5 миллиардов выделено на строительство инженерной сети, которые в последующем будут обеспечить строительство жилых домов, частных домов, микрорайонов и так далее. Нехват профессиональных строителей. В этом плане, конечно, тоже прорабатывается вопрос по открытию лицеев, для того, чтобы выпустить завтра тех же каменщиков, плотников, квалифицированных рабочих. Далее экономические новости. С ними вас познакомит моя коллега Семка Щегулова. Добрый вечер, а всем вам слово. Спасибо, Лаура. Здравствуйте. В рейтинге мировых экспортеров Казахстан улучшил свои позиции, оказался на 43-м месте за последние 5 лет. Подробнее смотрите далее. Казахстан из года в год все больше поставляет на экспорт готовые продукции, отмечают представители Казнекс Инвест. Это ЖД-локомотивы, одежда, желтый фосфор, светофоры, картриджи. По итогам 2015 года объемы внешней торговли страны достигли 76 миллиардов долларов. Из них 46 миллиардов пришлись на экспорт. Казахстан экспортирует товары в 117 стран мира. Более половины всего объема продукции уходят в страны Европы. В основном это сырье. А вот автомобили, селихозоборудование, одежду, продукты питания приобретают наши ближайшие соседи. По данным Международного торгового центра при ООН, у нашей страны есть все шансы улучшить свои позиции, считают эксперты. Для этого необходимо увеличивать выпуск готовой продукции. Представители агробизнеса Голландии хотят реализовать свои проекты в Казахстане. В Истане прошли деловые переговоры с участием 19 голландских компаний и руководства КазАгро. Предметом изучения и обсуждения стали перспективы сотрудничества в различных направлениях агробизнеса в нашей республике, включая молочное животноводство, кормопроизводство, плодовощеводство, птицеводство и другие секторы сельского хозяйства. Необходимо отметить, что для компании холдинга КазАгро это не первый опыт работы с предприятиями Королевства Нидерландов. В рамках встреч с голландской стороной проявлен активный интерес к принятию участия в реализации сельхозхозяйственных проектов как в качестве поставщиков оборудования, технологического сопровождения, так и финансирования проектов. Казахстан намерен в два раза нарастить объем международных грузовых автомобильных перевозок с Австрии. Об этом сообщил министр по инвестициям в развитие Казахстана Асет Исикешев. В прошлом году объем перевозок между двумя странами составил чуть больше 9 миллионов тонн. Планируется, что после ратификации соглашения этот показатель возрастет. По словам министра, основными статьями грузооборота между двумя странами являются готовые продукты питания, машины и механизмы. Соглашение обеспечит дальнейшее развитие международных автоперевозок в Казахстане, а также способствует дальнейшему разветвлению автомобильных перевозок грузов между двумя государствами. Это были все новости экономики. На сегодня я вновь передаю слово своей коллеге Лаура. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск с событиями в мире. На юго-востоке Турции у поста Жандармерии прогремел взрыв. На воздух взлетел заминированный автомобиль. После чего банда неизвестных открыла огонь по сотрудникам правопорядка. В результате погибли двое военнослужащих. Еще около 15 получили ранения. Их госпитализировали. О потерях среди боевиков не сообщается. Сейчас в регионе проводится операция по поиску и нейтрализации злоумышленников. Главные подозреваемые – члены рабочей партии Курдистана. Правительственные войска отбили Пальмиру у боевиков ТГИЛ. Они захватили стратегические высоты и историческую часть города. Государственное телевидение страны сообщает, что взятие Пальмиры открывает правительственным войскам дорогу на Дейер-Эс-Зор – восточную провинцию, большую часть которой также контролируют террористы. Отметим. Пальмира перешла под контроль боевиков в мае прошлого года. За это время экстремисты уничтожили сотни реликвий и памятников истории, десятки из которых входили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Затянувшаяся засуха лишила страну нескольких урожаев подряд, а падеж скота исчисляется сотнями тысяч голов. Недоедают и нуждаются в гуманитарной помощи более 10 миллионов человек, 450 тысяч из которых дети до 5 лет. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН бьет тревогу. До конца марта Эфиопе срочно нужно найти 13 миллионов долларов. И это только на текущие потребности. Природный феномен Эль-Ниньо вызвал в одной из самых быстро развивающихся африканских стран тяжелейшую за последние 50 лет засуху. Сильнее всего страдает сельское хозяйство. Срочной поддержки нуждаются до 7,5 миллионов фермеров. Полиция Брюсселя провела спецоперацию в двух бруссельских коммунах. Сообщается о шести задержанных. В операции использовался спецназ и вертолет. Предполагается, что были арестованы люди, которые могли стоять за терактами в Брюсселе. Напомним, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва. Из них два в аэропорту и один в метро. В результате терактов погибли более 30 человек. 316 получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая организация ТГИЛ. Материал подготовил Айган Масултан по информации интернет-издания. Казахстанцы теперь смогут вернуть бракованный товар даже спустя полгода. Сенат парламента Республики Казахстан принял поправки в закон о защите прав потребителей. Ранее поменять товар можно было только в течение первых двух недель после его приобретения. Об этом не только в подборке нашего корреспондента. Как пояснил министр национальной экономики Эрбул Адусаев, внести поправки было решено после неоднократных жалоб покупателей. Многие брак замечали довольно поздно, ведь есть сезонные товары. Покупая их, к примеру, зимой о качестве товара клиент узнает летом. И потому, по словам министра, все нормы приведены в порядок. Впрочем, закон распространяется не на все виды товаров. Например, скоропорчащиеся продукты питания вернуть в магазин можно будет в четко установленные сроки. Первые краснокнижные цульпаны зацвели в Южно-Казахстанской области. Просторные поля пока не усыпаны цветочной красотой, но даже несколько цветков уже приманивают любопытных. Ведь это природное явление происходит всего раз в году и обычно во второй половине апреля. На юге страны цветут шесть видов степных цульпанов, которые больше нигде не встречаются. Поэтому их считают особой гордостью, берегут и охраняют от тех, кто не ценит природу. За два предыдущих года задержали шесть человек, у кого все-таки поднялась рука их сорвать. Все нарушители заплатили штрафы. Туристические компании Казахстана, Турции, Азербайджана и Кыргызстана планируют создать единый турпакет «Современный шелковый путь». Об этом они договорились на встрече в Шемкенте. Новую программу будут продвигать на международном туристическом рынке. За две недели гостям покажут и расскажут об истории, культуре и быте четырех стран. Уже известно, что в Южно-Казахстанской области, которая считается сердцем шелкового пути, туристы посетят известные во всем мире мавзолей Худжа, Ахмета и Сауи, а также Растамбаб и современный Шемкет. В программу войдут и другие города Казахстана, Алматы и Тарас. Два пилотных тура организуют уже в этом году. Обзор новостей подготовила Семка Щегулова по материалам интернет-ресурсов. Жизнице села Житесу из Кельдинского района Анархан Сахабелова исполнилось 100 лет. И главным секретом своего долголетия она считает веру в лучшее. Вековой юбилей бабушка отмечает в кругу большой и дружной семьи. Анархан Сахабелова родилась в 1916 году. Практически вся ее жизнь прошла на благодатной земле Житесу. Вместе с супругом Бакеша Майдарбекулы создала крепкую семью. Родила 13 детей. К сожалению, четверо из них не выжили. Сколько себя помнят, всегда в хлопотах, заботах. Работа по дому, по хозяйству, воспитание детей, труд в колхозе. Наряду с этим Анарханапа еще и владела секретами древнейшей профессии. Скорняжество, охотничьи трофеи супруга, а это шкуры, лис и волков, она использовала в шитье шуб и шапок. На все это хватало времени и сил. И хотя трудностей было немало, они ее не сломили. И, как утверждает долгожительница, секрет в вере в лучшее. Живем в мирное время, в стране стабильность, справедливый президент. Все, что душе угодно, есть. Благодаря этому легко живется молодежи. Главное, чтобы наши потомки не потеряли уважение к старшим, к семейным ценностям и знали, какой ценой досталось все, что мы имеем сейчас. Надо довольствоваться этим. Сейчас Анарханапа окружают девять детей. Каждый из них вместе со своими половинками в первую очередь стараются взять все лучшее у бабушки. Таких хороших человеческих качеств, утверждают дети, у Анарханапа хоть отбавляй. Наверное, поэтому угодить главе семейства очень легко. Она всегда с пониманием отнесется, всегда поможет. И самое главное, она в трезвом уме и твердой памяти. Легко передвигается сама, никого не обременяет, говорят о ней. Бабушке мы всему научились, как встречать гостей, как их провожать, готовить, шить, как нянчить детей, как за кем ухаживать, уважать старших. Все эти качества у нее были? Да, все эти качества у нее были. И всему мы этому научились. И благодарим нашу бабушку за это. Мы ее любим не то, что как мать, а вообще как человека, очень дорогого, ценного. Она раньше шила все. Висицы, шубы, шапки всякие. Рукоделем она занималась. Потом моя мать шила, ее снаха. Теперь она перешла ко мне. Я шью сейчас. Ну, она держала его разу с 13 лет. И намаз читала. Я люблю свою бабушку. У нее ничего не болит, нигде не болит. Она не жалуется, бегает. Вот три сына рядом живут. Она и там, и тут, везде. Ну, ничего, сдержится бабушка наша. Вот завтра 100-летний юбилей делаем в ресторане. Радует почтенную Ажи своими успехами 32 внука, 38 правнуков и теперь уже 8 праправнуков. Анарханапа и Бакишата воспитали детей уважать семейные ценности, научили заботиться и поддерживать друг друга в трудные минуты. Так они смогли прибавить себе доброй славы. Теперь бабушка пожинает плоды своих бессонных ночей и испытанных трудностей. Все лежат Ису, анарханапа единственная столетняя долгожительница, поэтому к ней и почет особый. Все, кто приезжает в аул, в первую очередь идут проведать человека эпоху. А на этот раз повод особый. Ей исполнилось ровно 100 лет. По этому случаю потомки решили собрать всех родственников и аулчан за Большим Дастарханом. Более 200 приглашенных встретятся в ресторане, чтобы не просто присутствовать на таком редком юбилейном мероприятии, но и пожелать долгожительнице достойных потомков. Гульназ Мустафа, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Специальный семинар для работников гостиниц прошел в Алматинской области. Учитывая географическое расположение, ландшафты, количество туристических кемпингов и баз отдыха, в основном большинстве сконцентрированы в Янбиши-Казахском, Долгарском, Карасайском, Жамбовском и Ильицком районах. К примеру, горнолыжный комплекс Топоган стал привлекательным не только для местных, но и иностранных туристов. И этот поток должен расти из года в год. На эту сферу делается большая ставка, а значит, соответствующим международным стандартам должен быть и уровень обслуживания. Есть понятие имиджиология. По уровню обслуживания у каждого складывается впечатление об уровне сервиса того или иного заведения. А у интуристов и впечатление о стране. Потому подобные семинары должны практиковаться чаще. Мы готовимся к участию в международной выставке Экспо-2017. И, естественно, хотим произвести на гостей хорошее впечатление. Сейчас учим персонал, чтобы и в дальнейшем мы уже соответствовали международному уровню. На наличие туберкулеза сегодня толдукурганцев проверяли прямо в центре города. Причем абсолютно бесплатно. В одном из многолюдных мест на Арбате любой из горожан мог пройти флюорографическое обследование. Активность граждане проявили высокую. Выстраивались целые очереди. Первыми проверили свой организм на наличие вируса работники торговых домов. Вскоре к акции присоединились и прохожие, которых подзывали участники флешмоба. Молодежь – это студенты медицинского колледжа и ЖГУ совместно с Центром Здорового Образа Жизни. Такую акцию организуют не первый год. Мероприятие это проходит традиционно в конце марта, в канун Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Направлено оно на повышение самосознания граждан, которые порой халатно относятся к своему здоровью и годами не проходят флюорографию. Так, в прошлом году больных туберкулезом было выявлено свыше 200 человека. С начала этого года коварное заболевание поселилось в легких еще 24 толдокурганцев. Флюорография – это самый быстрый способ, чтобы узнать и провести профилактику туберкулеза. Все, кто хотят пройти флюорографию, каждый день в городской поликлинике, кроме воскресных дней, работает с 8 до 5 часов флюорографический кабинет, где вы можете пройти бесплатно флюорографию. Мы должны знать о профилактике туберкулеза, вести здоровый образ жизни и соблюдать общественную и личную гигиену и правильно питаться. ЖТСУСКИИ полицейские начали охоту за браконьерами. Во время спецотработки в Алматинской области было задержано порядка 140 браконьеров. Напомним, в спецоперации «Табигат», стартовавшие еще 16 марта, участвовали все регионы области. По выявлению большого количества охотников, незакона и рыболовов-нарушителей особо отличились стражи порядка Оксусского, Сарканского, Толгарского и Уйгурского районов. Все задержанные – это 126 человек, были оштрафованы на крупную сумму. А в отношении еще 13 браконьеров возбуждено уголовное дело за незаконную порубку ценных пород деревьев. По словам полицейских, за нарушение установленных законодательством правил охоты и рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. У задержанных лиц изъято 24 единицы огнестрельного оружия, более 90 килограмм незаконно выловленной рыбы, 23 единицы орудия лова, сетей, а также плавательных средств в виде резиновых и моторных лодок. И в завершении выпуска к новостям спорта. В республике продолжаются отборочные этапы «Казахстан-Барсэ-2016» на призы президента Республики Казахстан. Ежегодно в них принимает участие порядка 70 тысяч человек. Это полуаны старше 18 лет, весовой категории плюс 90 килограммов. Подготовка к крупнейшему спортивному событию проходит и в Реймбевском районе. Здесь к турниру «Жетасу-Бурсэ» готовятся прошлогодние победители этого областного первенства. Махжан Рауанов и Айбек Берегбаев, мастера спорта по «Казах-Куресу», уже завершили отработку скоростно-силовых приемов. На последнем подготовительном сборе они делают упор на отработку технико-тактических приемов борьбы. Напомним, в регламенте состязаний нет ограничений ни по весовым категориям, ни по времени. У борцов еще будет возможность проверить свои силы и возможности на районном турнире «Реймбек-Бурсэ». Состязания стартуют уже 2 апреля текущего года. Сегодня у нас ведется усиленная подготовка к одному из этапов престижного турнира «Казахстан-Бурсэ». Это районный этап «Реймбек-Бурсэ». Победа на нем даст путевку на областной этап соревнований «Жетсу-Бурсэ». А уже в мае этого года станут известны имена двух победителей от каждой области, которые примут участие в заключительном турнире. Хотелось бы успешно пройти все ступени этих испытаний на прочность. Молодежная сборная «Казахстана» вернулась победами из российской Анапы, где прошел один из самых престижных международных турниров. По значимости эти соревнования уступают лишь официальному чемпионату мира среди боксеров 17-18 лет. В этом году они собрали под свои знамена представителей из 13 стран. Что касается казахстанских боксеров, то в их копилке пять медалей различного достоинства. Одна из них у представителя Алматинской области Олега Матвечука, для которого ринг в Анапе стал поистине золотым. Так как наряду с медалью высшей пробы он завоевал и звание лучшего боксера турнира. Это итог его упорных тренировок и безупречной дисциплинированности, что помогло без труда выиграть предварительные поединки с соперниками из Кубы, Украины и Ирландии. На высоте Олег был и в финальном бою, обыграв российского боксера со счетом 3-0. Он фанат бокса и спорта. Он очень дисциплинированный, отличается огромной работоспособностью. Что называется, первый зал приходит, последний уходит. Это о нем. Он сейчас основной кандидат на участие в чемпионате Азии по молодежи, который состоится в Павлодаре. В этом же году, в их возрасте, молодежь 17-18 лет, пройдет чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Это примерно будет октябрь-ноябрь. А также он туда является одним из основных кандидатов. На основании штормового предупреждения КАЗ «Гидромет» в связи с уйтипелем с 25 по 28 марта 2016 года в горных районах Алматинской области возможен сход снежных лавин. Сотрудники департамента ПЧС предупреждают, что выход на крутые заснеженные склоны может спровоцировать сход лавин. Будьте осторожны в горах. Это все к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале. За развитием событий следите на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова